Здравствуйте! Сегодня мы говорим с бывшим заместителем министра экономики Азербайджана, экспертом в экономических вопросах Октай Махвердзим. Октай, здравствуйте! Здравствуйте! В ходе визита мэра Москвы Сергея Собянина в Баку с вице-премьером и Юбовым был подписан ряд соглашений. Более того, он заявил о том, что товарооборот между Азербайджаном и Москвой в прошлом году вырос на 30 процентов. О чем свидетельствует, по вашему мнению, данная тенденция? Ну, у нас с Москвой традиционно еще с советских времен, особенно сельхозпродукцией, рынок наш был всегда Москва, ну и, конечно, и другие города России тоже были. В основном мы туда экспортировали овощи, фрукты, картофель. В Россию мы экспортировали, я имею в виду советское время, шерсть, хлопок у Иванова. То есть у нас всегда с Россией, вернее, российский рынок был для нас приоритетным рынком всегда. И на сегодняшний день тоже, значит, еще до санкций, которые применены в отношении России, у нас эти связи вот именно по этой части, не по машиностроению, допустим, или по транспорту, например. Эти вопросы я не касаюсь пока. А именно вот экспорт овощей, фруктов, картофеля, там, других видов сельхозпродукции очень тяжело было туда поставлять. Даже километрами рефриженеры стояли на границе, и российская сторона там различные препятствия ставились, особенно в Дагестане, поскольку это одна граница. Но когда вот эти санкции начались, первые же, к кому обратились российские, российское руководство, именно Азербайджаном и Казахстаном тоже, чтобы по мере возможности, даже они не устанавливали какие-то там квоты, по возможности, как можно больше экспортировать, для России импортировать туда, значит, фрукты, овощи там, все, что можно. И вот тогда, значит, вот мы только за последний месяц, если сравнивать месяц с месяцем, мы в три раза больше туда поставили, чем, допустим, месяц назад. И с точки зрения возможности Азербайджана поставлять туда и увеличивать даже поставки туда, я хочу сказать, что если взять чоком все, что туда мы поставляем, мы против своей потребности на 350-400 тысяч тонн больше производим, нежели нам это нужно. Я имею в виду все, овощи, фрукты и картофель, вот три вида. Овощи тоже разные, там баклажаны есть, помидоры есть и так далее. Поэтому с точки зрения ущемления своей потребности проблем нет. Мы можем поставлять льда и увеличивать можем даже. И поэтому, но больше всего в Азербайджане вдруг в связи с тем, что мы увеличили туда поставки, вдруг почему-то цены начали расти. И анализ показал, что это вовсе не связано с тем, что мы увеличили экспорт. Потому что мониторинг показывает, что везде у нас все рынки Азербайджана, вернее даже Баку, если взять самый большой город, все, что было до санкции, до этого процесса, все опять есть. То есть цены растут, когда какой-то дефицит бывает или что-то не хватает. Значит, отсюда только один вывод, что потребительский рынок находится в руках монополистов, которые воспользовались этим моментом и сразу же цены подняли. – Государство в данном случае должно вмешаться в ситуации, по вашему мнению? – Конечно. – Я помню ситуацию, когда у нас подорожали цены на яйца. – Да, да. – Это из-за ситуации, когда президент Алиев заявил об этом на заседании в мэрии, и после этого цены упали вниз. В данном случае опять может повторить то же самое? – Вообще-то, понимаете, у нас есть структуры, которые должны за этим следить. Причем даже, к сожалению, этих структур больше, чем надо Азербайджану, контрольных я имею в виду. В Минэкономике есть какой-то департамент один непонятный, с функциями, вот это вот как раз монопольные дела, антимонопольными делами занимается. Есть вот это как стандартизация там и так далее, они занимаются. Другие министерства, МЧС даже в эти дела влезают тоже. То есть контрольных сколько угодно есть. Но вся беда в том, что все эти даже контрольные органы сами заинтересованы в этих процессах. Понимаете? В итоге так получается. Вот я вам приведу один пример. Уже пять лет в Минэкономике лежит законопроект о конкуренции. До сих пор не принимается, потому что лоббисты не позволяют это делать. Потому что монополия, враг, первый враг монополии – это конкуренция. И вот этот закон не принимается до сих пор. Поэтому и это продолжается. Потому что заинтересованы в том, чтобы вот этого законопроекта не утвердили. И это лежит. Даже вот в осенние сессии тоже не включили в фовестку дня вот этот вопрос. Кстати, Октаби, в СМИ прошла информация о том, что в Азербайджане возможен рост цен на мясо и другие животные продукты в связи с продуктовым эмбарго Путина. Это тоже своеобразные слухи или действительно стоит опасаться этого? Это я не знаю, кто вот эту утку пустил. Азербайджан сам себя еще не может удалить варить мясо. Мясо птицы, да, у нас сейчас последний месяц-два перепроизводства у нас идет мясо птицы. Говорят, где-то 30 тысяч тонн вроде больше нашей потребности. Но мы все равно завозим птицу. То есть с точки зрения удовлетворения нашей внутренней потребности у нас нет никакой возможности куда-то еще мясо экспортировать. Этого не может быть. Наоборот, к нам мы завозим, например, свинину завозим для колбасного производства. Там с Грузии и Дагестана завозим баранину. То есть мы сами нуждаемся в этом. Вообще-то наша потребность в мясе в чистом виде где-то около 400 тысяч тонн. А мы производим где-то 250 тысяч тонн. Понимаешь? То есть хочешь не хочешь здесь надо еще самим увеличивать, для себя увеличивать. И если посмотреть потребление Азербайджана, 30 килограмм мы вроде бы кушаем. А в России 60 килограмм едят на душу населения. Поэтому мы должны хотя бы до медицинской норм дойти. Например, при Балтике 70 килограмм в год на душу населения приходится. А у нас, я сказал, сколько. То есть это вопрос вообще, не знаю кто это пустил эту утку, но это не соответствует действительно. Такого не можно. Можно считать, что это та самая утка, которая рассчитана на определённую подготовку населения к этому? То есть в скорое время действительно увеличится цен на мясо и другие животные продукты. Но это будет очередным действием монополистов. Я еще раз повторяю. Под предлог на эмбарго Путина. Цены могут быть повышены, если что-то будет не хватать. Мяса, допустим, не хватит, да. Но у нас сегодня хватает мяса. То есть по крайней мере по факту, сколько мы ели, столько же едим. Может даже чуть больше, 32 килограмма уже говорят. Не в этом дело. Дело в том, что опять же это тоже монополия. Я вам скажу, да, вот у меня тоже есть свои каналы информации. Вот приезжает фермер, огромные машины приводит сюда картофель. Подъезжает к новому базару, возле ворот его останавливает. Он даже не разрешает ему заехать вот туда. Там же эти представители монополистов, будем так назвать, они сразу же у них говорят, вот за 30 копеек мы тебе покупаем картофель, чёхом, всё. И он вынужден продать. Он говорит, хотя бы за 50 рублей. Нет, он же не может обратно увезти. Вынужден это всё отдать. Они берут, кедоберские картофель всегда в цене было, да. Берут, продают по 2 марта. То есть, если посмотреть, вот по рынку пройтись, одни и те же стоят за прилавком. Одни картофель продают, другие яблоки продают, третье мясо продают, сыр продают. Одни и те же лица. Ну, возникает простой вопрос. Раз цены у нас такие завышенные благодаря монополистам, почему это не высказывается на позициях населения? Почему население каким образом не противится этому, не критикует за это, не жалуется? Понимаете, дело в том, что если для того, чтобы население как бы взбунтовалось, да, есть гораздо более большие причины, чем это мясо или там и так далее. Поэтому у нас такая система, сама система такая, общественно-политическая, экономическая система, такая, что и, то есть, такого объединения, вернее, объединяющего фактора такого нету, чтобы все чоком сказали бы, так дальше жить нельзя. Понимаете, с этим связано. – Все-таки в силу сближения, так называемого, его некоторые называют даже неискренним, сближения Азербайджана с Россией в плане экономических взаимосвязей. Считаете ли вы, что рано или поздно это может ударить по Азербайджану, по интересам Азербайджана? Потому что та же самая Украина, которая долгие годы сильно сотрудничала экономически с Россией, сегодня переживает не лучшие времена из-за войны с Россией. – Вы знаете, я на этот счет имею свое субъективное мнение. Но политика государства, руководство государства, она, может быть, не соответствует с моим мнением. И это их дело. То есть, я очень многое могу не знать под коверные какие-то там дела. Поэтому я могу только свое мнение сказать, что я считаю, что Россия, как сосед наш, и, в общем-то, надо признать, что очень огромное государство и очень богатое государство, сегодняшняя политика России, она тупиковая. не только для самой России, но и для тех, которые вокруг этой России. Пока эта политика будет продолжаться России, да, или, как россияне сами это называют, путинская политика, да, нам надо стараться как можно дальше быть от них. То есть, не надо такие какие-то радикальные высказывания делать там, все это не нужно абсолютно. Вот держать ту дистанцию, которая была до крымских событий. Вот какая она была тогда, вот до этих событий. Кстати говоря, я очень был рад, когда было голосование в Организации объемов нации, Азербайджан проголосовал так, как нужно было проголосовать. Потому что у нас есть карабахская проблема, она как раз, то есть по тематике, она была как раз той, которой мы страдаем на сегодняшний день. Поэтому наше, так сказать, голосование было правильным. Но в то же время, я еще раз повторяю, сейчас вот за это время ситуация очень изменилась. Украинские события, вот эти санкции западные на Россию и так далее. В этой ситуации Азербайджан должен быть очень осторожен. Потому что, если мы будем очень сильно приближаться к России, со всех точек зрения, с политической, экономической и так далее, мы можем нанести себе вред с той точки зрения, что наш рынок на Западе. 92% нашего экспорта – это нефть и нефтепродукты. А где этот рынок? В России, что ли? То есть мы зависим от этого. И в этой ситуации нельзя допускать того, чтобы Запад от нас отвернулся. Вчера как раз прозвучали Милимежлисе резкие высказывания насчет в адресе Запада. Как по-вашему, все-таки нам надо ли так рисковать к политикой часу Европы? Вы понимаете, я считаю, это уже не первый раз в Милимежлисе такие вещи делаются. Это элементарная истерика. Совсем не нужна истерика. Европейские структуры десятки, тысячи раз принимали такого рода всякие заявления, там, я не знаю, какие-то Беон Атлаер и так далее в адрес Азербайджана. Ну и что? Какую политику ввели, мы такую и продолжаем вести. То есть на нас это не действует. Поэтому такие истерические выступления, наоборот, нас еще в худшее положение славят. Надо спокойно на все это смотреть. Ну и что? В конце концов, их вот это заявление не имеет никакой юридической силы. Ну, объявили на всю страну, что у нас вот так права человека нарушаются и так далее. Ну, пускай объявляют, да, что-то в таком. А что, в других местах они делаются это? Везде делаются. Тему санкций я хотел бы завершить по всем вопросам. Понятно, что на Армении они скажут больше. И считаете ли вы, что скажут также на Азербайджане? Если да, то по каким конкретным сферам? Ну, мы за последние годы приобрели определенный процент акций Внешторбанка России. И этот банк тоже попал в список, санкционный список. Поэтому стоимость этих акций упала. Естественно, мы что-то потеряли в этом. Но, по большому счету, если это исключить, то мы что-то даже выиграли из-за того, что увеличили экспорт туда. То есть наши конкретные физические лица, то есть не банковская система, а физические лица даже выиграли. То есть фермеры что-то выиграли от этого. Но, по большому счету, мы не финансово, не экономически от России независимы. А Армения зависима. Поэтому, если в России произойдут катаклизмы, естественно, они не смогут поддерживать экономику Армении. Они до сих пор мало или много, но что-то помогали им. Сейчас уже таких возможностей в России не будет. А Азербайджана это не коснется. Потому что Азербайджан, я еще раз повторяю, если так чисто географически посмотреть, у нас мы повернулись лицом к западу. И, обратите внимание, инфраструктура идет туда, железная дорога, трубопроводы. Все туда идет. То есть в эту сторону практически ничего, ну вот сейчас плоды, овощи туда падают. А так эти санкции нас не коснутся. То есть мы не ждем от России, допустим, крупных инвестиций, каких-то наших проектов. Абсолютно не ждем и не ждали, и даже без санкций тоже. Поэтому, если у них что-то произойдет, это нас не касается. Наоборот, сейчас, насколько мне известно, Россия просит нас, чтобы мы инвестировали туда. До сих пор уже 1 миллиард туда инвестировали. Но там в этом миллиарде очень много благотворительных гуманитарных вещей. Детсады, школы, там парки разные. Вот это мы много очень в России построили. Поэтому и вот в этой банке, в финансовой системе России мы участвовали. То есть, может быть, в каких-то больших проектах в России мы будем участвовать. Но, опять же, с точки зрения взаимной выгоды, конечно, мы будем выбирать, где нам участвовать. Не кажется ли вам, что демонстрация того, что мы повернулись к Западу, это всего лишь направлено на то, чтобы попугать Запад? Мы можем взять внести политически ориентиры в сторону России, если вы не прекратите критиковать нас дальше. Запад непугливый. У Запада такой огромный экономический потенциал. На сегодняшний день 63% мировой экономики США, ЕС и Япония. 63%. Российская доля всего около 2%. То есть, их пугать абсолютно незачем. Мы должны, я уже об этом говорил, такую политику вести, чтобы, как говорится, наши экономические отношения, именно экономические, я о политическом не говорю, там есть проблемы. А экономические отношения у нас не портились бы с Западом. Потому что наша, как говорится, судьба там. Но, смотрите, нельзя же сотрудничать только в сфере экономики, при этом не сотрудничать в сфере политики. Запад у нас, мне кажется, требует именно политическое сотрудничество тоже. Мы придем к этому. Мы обязательно придем. Нам некуда будет деться. Потому что сама жизнь заставит, чтобы мы, как сказать, ну, либерализировали бы свою страну. Со всех точек зрения. И это вызов времени будет, а не чей-то каприз. Именно время заставит это сделать. И тут уже, конечно, европейский опыт в этом отношении, да, он бесценный, им надо пользоваться. Но, к сожалению, пока у нас такая система на сегодняшний день, которая отталкивает эту политическую систему. Октябрь, недавно у нас отмечалось 20-летие контракта века. Это, пожалуй, все-таки важным событием оказалось. Очень важно. Многие эксперты, с которыми я беседовал на эту тему, оппозиционные и, скажем так, порвастные, они исходили в том, что этот контракт сыграл очень знаменательную роль в истории современного Азербайджана. И был он очень важным. Но есть один момент. Во всех нефтедобывающих странах существует так называемый фонд будущего поколения. У нас он называется государственным нефтяным фондом. Считаете ли вы, что за эти 20 лет нефтедоллары в Азербайджане были расходованы именно таки целесообразно? Вы сказали, что Азербайджан инвестирует в российскую экономику много чего. Продосматривается также гуманитарная помощь строительства зданий, детских садов. Но у нас остается проблема с этим. Есть места, где здания полуразрушены, в старом виде. Как вы можете оценить именно расходование нефтедолларов за эти 20 лет? Вы знаете, инвестирование в другие страны, вот сейчас, например, в Турцию, в Восточную Европу, даже в Лондоне мы покупаем недвижимость. Эти нефтедоллары используются для этого. Это как раз таки, я считаю, нужно делать. Это обязательно нужно. Потому что мы живем не в вакууме, а мы должны учитывать все факторы. Если у нас есть возможность, мы должны учитывать все факторы. То есть мы взаимосвязи со всеми странами. Что касается внутри использования этих нефтедолларов, конечно, совершенно неэффективно используется в Азербайджане. Уже оскомину набило, когда мы говорим об асфальте. Потом хищение, коррупция. Не будь этих нефтедолларов, до такого уровня коррупция не дошла бы у нас. Это, как говорится, и счастье, и беда наша, эти нефтедоллары. Поэтому те, которые у крана стоят, нефтяного крана стоят, им достается больше, чем конкретным людям. У нас в Конституции записано, что все принадлежит народу. А как должен быть механизм? Если у нас средняя пенсия около 200 монат, это уже говорит о многом. То есть, как страна наша, допустим, взять Саудовский Аравий, Кювейт, там другие страны, там тоже же есть пенсионеры. Там они считают, что не менее 80% средний зарплат у страны. У нас средний зарплат 450 монат. Вот дайте 80%, да, это где-то 370 монат. Не дают же. Понимаете, вот эти дела показывают неэффективность использования, вернее, нецелесообразным использованием вот этих нефтедолларов. Конечно, я, может быть, как говорится, очень пессимистично это отметил, но мы видим, действительно, что много чего сделано за счет именно нефтедолларов. Очень много сделано. Дороги, там мосты, инфраструктура. Причем не просто дороги, а некачественные дороги. Некачественные, но все же, да, сделали. Уже не узнаешь, обширон не узнаешь уже. Совсем все проявилось. В районах очень много сделано. Дело в том, что без этих нефтедолларов, да, можно себе даже представить трудно, что было бы с Азербайджаном. Я помню, когда это все начиналось, вот 20 лет в испанском контракте века, да, были тогда люди, которые говорили, это не надо трогать, пусть останется для будущего поколения. А с чем бы мы вышли бы на мировой раме? Это вообще глупость постановка. Голландская болезнь будет, мы нам такие-таки вещи говорили. Но это же глупость, если это Бог дал, как говорится. Его надо использовать, но надо использовать очень правильно, экономично. Ведь у нас что получается? Даже ежегодно в Азербайджане, в частности в Баку, проводятся десятки мероприятий, причем международного характера. Это огромные расходы. Надо ли это делать или не надо? Смотрите, вот строительный бум в Азербайджане начался с периода правления Ильха Малиева. Да, да. При покойном президенте Гейдера Олеева особо строительного бума не было. Ну тогда и денег не было. Это было связано с тем, что цены на нефть были низкими и стали увеличивать в 2003-м? И денег не было, и нефти столько не было. Просто так получился, да. Кстати говоря, вот это увлечение строительством, созданием, что-то все такое, это от отца ему перешло. Я помню в 70-х годах, еще в 60-х годах вообще Баку, это грязный город был такой. Когда Гейдер Олеев пришел к власти в 70-х годах, тогда только начали строить у нас что-то. Появился вот этот даже сейчас сарай, который его имени носит, юлистанские вот это дела. То есть мы не могли здесь кого-то принять достойно. И вот это все тогда появилось. Есть еще одна тенденция. Вот у нас в следующем году будут проводиться европейские спортивные игры в Азербайджане. По моей информации, все основные строительные работы в регионах приостановлены из-за именно этих спортивных мероприятий. Мол, после него они продолжатся из-за отсутствия такого огромного количества денег и средств. Более того, обычно наблюдалось до этого, дважды в год как минимум увеличивались зарплаты бюджетникам при президенте Олееве. Последний раз зарплаты увеличивались в октябре перед выборами у бюджетников. Считаете ли вы, что строятся у нас такие огромные спортивные комплексы, они по сути не рентабельны. Они проводятся один раз всего лишь мероприятия, допустим футбол и все. На этом уже закроют стадион и непонятно когда в очередной раз опять Азербайджан будет встречать туристов. Стоит ли идти на такие жертвы, расходовать деньги на какие-то спортивные объекты, при этом приостанавливать увеличение зарплат у бюджетников, которые остро нуждаются в этом? Проведение различного рода международных игр, спортивных и не только спортивных, даже другие. Азербайджан, по крайней мере за последние 10 лет стал известен в мире. Особенно он стал известен, когда в Организации Объединенных Наций 155 государств проголосовало, чтобы Советы Безопасности был непостоянным членом Азербайджана. Вот тогда узнали, что есть какое-то такое государство Азербайджан и где он находится. Это нам нужно, обязательно нужно, с точки зрения, это не риторика, это я очень искренне говорю, с точки зрения имиджа Азербайджана, с точки зрения познания, что такое Азербайджан и что он из себя представляет. Вот это, конечно, нужно. Тем более, когда речь идет о таких мероприятиях, как впервые Европейская Олимпиада проводится, и это проводится где? В Баку. Понимаете? Вот это все нужно. Но то, что вы говорите, это тоже нужно. Кстати говоря, Азербайджан может и то делать, и это делать. Возможности есть. 52 миллиарда у нас золотовалютные резервы. Один миллиард вытащи. Все. Вопрос, который вы поставили, все можно решить. Но вот проведение, допустим, спортивных игр европейской Олимпиады необходимо, допустим, скажем, жителю Баку. Но я не уверен, что это необходимо жителю села Гарадулак Акджебединского района. Его волнует то, что происходит у него в регионе? А как ты себе представляешь вообще развитие? Вообще развитие? Не просто там конкретно что-то. Ведь эта же деревня, она должна прийти, увидеть этот кристалл-холь, или как он называется. Он поймет, что да, действительно, такие вещи тоже есть. И при этом он захочет жить в Баку. Он возьмет первую возможность и переодет в столицу. Сейчас вот эта программа, которая реализуется, развитие не нефтяного сектора и региональное развитие, вот это все сейчас идет, если обратить внимание, постепенно с Баку вообще все предприятия уходят туда, в районы. Конечно, это процесс ни одного года, ни пяти лет, ни десяти лет. Это десятки лет на это уйдет. Но, опять же, я еще раз повторяю, у нас есть возможность решать и социальные вопросы, и вот эти вопросы. Но необходима политическая воля. Да, политическая воля, конечно, должна быть, без этого ничего не бывает. Но, к сожалению, например, борьба с коррупцией есть политическая воля. Но как идет эта воля, как она реализуется, пока еще не видно. Понимаешь, вот беда в этом. Есть прекрасные законы, они не выполняются. Понимаешь, вот по коррупции, да, конкретный пример. Программа принята, закон принят, комиссия во главе с Мехтьевым создана, при прокуратуре управления создана. Вот тебе политическая воля. Больше этого что надо? А как реализуется все это? Вот беда в этом. Какого-то там военкома ловит или профессора, который 50 монат... Ради показухи. А ждаете ли вы рост экономики Азербайджана в ближайший год-два? Чисто себе можешь представить вес на весах, да, процент. Один процент на весы, когда поставишь сегодняшний процент. И, допустим, десять лет тому назад один процент роста. Совсем разный. Этого один процент достаточно десяти процентов десяти лет недавности. То есть, с точки зрения роста, конечно, рост будет. Один-два процента будет. Но есть люди, которые недовольны этим. Почему один-два процента, а не тридцать пять процентов, как в седьмом-восьмом году было? То есть, это совсем другие... Например, рост одного процента Японии равняется нашему бюджету. Один процент всего. Поэтому так нельзя разговаривать. Конечно, рост будет. Но с учетом того, что, вот видишь, сейчас структура роста тоже изменилась. Вроде бы нефть падает, а не нефтяной сектор растет большими темпами. То есть, это говорит о том, что идет диверсификация в экономике, в самом, внутри сама. Хотя, конечно, и в ВВП, и в бюджете пока что нефть доминирует. Ну, а вот в том же 2007 году у нас был рост 35%, как вы сказали. Почему у нас нет? А знаешь, почему было тогда? Очень оригинально было. Тогда получился резкий рост цен и резкий рост добычи. Одновременно получилось. Байдену 35% получилось. Вот с чем это было связано. А так, конечно, такого роста не бывает. Спасибо вам большое за то, что согласились и ответили на мои вопросы. У меня на этом все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok